Поклонники ультрабюджетных автомобилей могут быть спокойны. Автоваз продолжит выпуск семейства Lada Granta как минимум до 2026 года. Об этом сообщает паблик Автоград Ньюс во Вконтакте. Что, впрочем, неудивительно. Недорогие седаны, хэтчбеки и универсалы пользуются уверенным спросом, а единственным ограничителем сейчас продолжает оставаться лишь пресловутый дефицит микрочипов, что мешает ритмичной сборке товарных машин. Правда, вскоре модели-ветерану придется переехать из отдельного сборочного корпуса на третью нитку главного конвейера. Ее изначально создавали для выпуска Весты, а с относительно недавнего времени загрузили сборкой обоих поколений Нивы. В свою очередь, в освободившемся корпусе, он называется СКП Калина, пропишется Гранта нового поколения. Это будут седаны и универсалы. При том, чтобы подчеркнуть новизну, модель сменит название. Более того, сейчас перед маркетологами и пиарщиками автогиганта стоит задача откреститься от имиджа предшественницы. Дескать, это будет принципиально другая, более технологичная, современная и дорогая машина. По информации от нескольких источников, в Тольятти успешно сварены и окрашены первые кузова грядущей новинки. А в научно-техническом центре вовсю кипит сборка первых предсерийных экземпляров. В основу модели ляжет французская платформа CMF-B, а каркасом кузова поделится Рено Логан третьего поколения. Впрочем, автомобиль под маркой Lada получит другие кузовные панели, так что внешнее сходство будет минимальным. Кроме того, преемник нынешней Гранты будет оснащаться только вазовскими атмосферниками, тогда как сам Логан предложит покупателям строго моторы, в том числе турбированные, марки Рено. Есть немалая вероятность, что французское семейство встанет на конвейер летом этого года. А вот новой Lada сначала придется пройти через обширный цикл всевозможных испытаний, так что ее дебют отложен до конца 2023 года. Ну а группа ГАЗ раздумывает над выпуском почти легковушки. Любопытного пикапа на базе перспективного Соболя НН с двухрядной кабиной и цельнометаллическим кузовом. Такая машина пригодилась бы не только силовикам, но и многим другим. По сведениям телеканала Автоплюс, дополнительные плюсы новинки полностью новая независимая подвеска спереди, система полного привода и шестиступенчатая механическая коробка.